Атлеты звучит значимо. Передо мной вроде бы просто школьники, но нет. Если присмотреться, это как персонажи видеоигры. У каждого прокачан свой скилл. Длинные ноги, мощь и сила, верткость и легкость. Но главное – воля к победе. Зимний сезон 21-22 для воскресенских легкоатлетов стал удачным. Победы сначала на области, после на ЦФО. И вот жирная точка. Два победителя и призер на первенстве России. У ребят показатели уровня кандидата в мастера спорта практически у всех. Андрей пробежал очень хорошо 60 метров гладкую дистанцию. Лиза, как я сказала, уже в эстафете 4 по 400 метров выиграли они. Алиса толкала ядро. И все это кандидатские уровни. Но Алиса, я еще раз повторю, что она на 3 года младше основных участников. Поэтому для нее это очень замечательный результат. Наша школа Олимпийского резерва, хоть и продолжает тренироваться в полуподвальном помещении, где уже давно не было ремонта, но золото для своего региона добывает исправно. Наши в составе сборной Московской области чуть ли не единственные спортсмены, вошедшие на пьедестал. Успех ребят это успех тренера, а точнее 4 тренеров муж и жена Махмутовы. Их дочь Алиса самая младшая из тройки победителей. Кажется, судьба и не готовила для нее чего-то другого. На соревнованиях девушка метнула ядро на 14 метров 83 сантиметра. Это практически высота пятиэтажного дома. Этот сезон, к сожалению, я очень часто болела. И последние полгода мои результаты в ядре в помещении были, честно, такие себе. На России буквально я прыгнула выше головы, толкнула по КМС. Можно посмотреть протоколы, там началось все не очень хорошо. И потом я как-то собралась. Легкая атлетика в мире спорта – многодетная мать. Один из основных и наиболее массовых видов физнагрузок. 42 дисциплины. Этим молодым спортсменам не больше 17, а они уже лучшие в России. Вот они, наши золотые мальчики и девочки. Андрей Сапожников и Елизавета Решетова добежали до своего первенства. Какие были ощущения, когда вы живете? Наверное, даже шок. Потому что я не думал, что выиграл. Это была первая Россия. Соперники были очень серьезные. Ну и я выложился на все сто. И победил. Вот эти адские нагрузки. Это кайф. Это классно. Зимний сезон завершился. Однако по длинным метаниям у Алисы Махмудовой еще будет возможность поднять и закинуть свой результат выше. В Адлере пройдут еще одни всероссийские соревнования. У бегунов же небольшое затишье и подготовка к летнему сезону. Если и там они удержат свой результат, то, возможно, дальше им сведет забег на Европу. Татьяна Колганова, Дмитрий Волнов. Новости Искровект.